В связи с большой задолженностью республики за потребленный газ, в том числе и в городе Хасавьурт, на сегодняшний день проходят мероприятия газовой службы совместно с отделом МВД России по городу Хасавьурт. Ведется систематическая работа по выявлению фактов хищения и незаконного потребления газа путем несанкционированного подключения к газопроводу. Все россияне, которые захотят самовольно и не первый раз подключиться к газовой трубе, получат тюремный срок на 8 лет. Соответствующий закон вступил в силу 10 августа 2018 года. Закон о введении уголовной ответственности за неоднократные врезки в газовые трубопроводы подписан президентом Владимиром Владимировичем Путиным и размещен на правовом портале. Хотелось бы довести до граждан города Хасавьурта об уголовной ответственности, которая ужесточила санкции за повторную врезку. Особенно это касается тех, которые уже ранее привлекались к административной ответственности за незаконную врезку газовой трубе. Если эти врезки последующим повлекут гибель либо аварии какие-либо, то они будут привлекаться к уголовной ответственности. И срок лишения свободы до 8 лет предусмотрен уголовным законодательством. То, что касается подключения к магистральной трубе, там штрафные санкции увеличены до 200 тысяч рублей. То, что подключение касаемо газовой трубе, проходящей, например, по улице, где построены частные дома, частный сектор, то там штрафные санкции увеличились до 80 тысяч рублей. Сотрудники газовой службы с напоминанием обратились к горожанам, которые ежемесячно не оплачивают за поставленный природный газ. Неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух месяцев является основанием для приостановления газоснабжения. Обязанность потребителя газа оплачивать за газ ежемесячно до 10 числа и передавать показания счетчика до 25 числа текущего месяца. В связи со сложившимися обстоятельствами в территориальном участке города Хасаверт общество с ограниченной ответственностью Газпром Межрегион Газ Махачкала повсеместно активизировали работу по ограничению поставки газа должникам.